Друзья, привет! Как обещал, начинаем эфирчик сегодня. Сегодня будут два эфира. Один сейчас нам будет Фаина, которая находится во Франции. А в 22 проведем с Александрой, которая наша россиянка застряла в Нью-Йорке. Ей не вылететь. А сейчас Фаина, тоже наша питерская девушка, очень классный маркетолог. Она там учится во Франции. Ну и, соответственно, попросим ее рассказать, что там происходит, какую-то обратную связь. Как у вас карантин-то проходит в целом? Я вот чувствую, я, наверное, к концу карантина еще и плитку переложу у себя в ванной, черт побери. Потому что, блин, от нечего делать начинаешь. Да, Фая, отправляй заявку гостям. Сегодня была генеральная уборка снова с заменой штор всех. Оля, привет. Сейчас нам Фаина расскажет, что там будет во Франции. Да, привет, привет. Фая, привет. Привет. Сто лет тебя не слышал, рад слышать и видеть. Всего лишь один год, даже меньше. Да ты что? Мы в последний раз виделись весной прошлого года, наверное. А, да. Понятно, понятно. Ты в каком городе сейчас? Я нахожусь в Рене, это столица Британии. Это где-то три часа езды от Парижа. Ну, я пишу, чтобы было понятнее людям. Просто прямой эфир из Франции. Да, хорошо. А то там... Не все поймут. Ну, да, в общем. Ну, это довольно немаленький регион, но не центральный, довольно тихий. Наверху, неподалеку от Ла-Манши. Вот. Где-то, да, три часа мне до Парижа. Понятно. Слушай, ну, у меня, мне вот, видишь, такая идея пришла созваниваться со своими знакомыми, кто где находится. Вот. Ну, и спрашивать, как там все происходит, потому что у нас СМИ разную информацию выдают. Доверять тоже не всегда можно. А когда вот так вот вживую пообщаешься, хотя бы какое-то, ну, больше доверия есть, и все. И опять же, ну, мнение простого человека, который проживает именно сейчас в карантине. Вот это, наверное, даже для всех нас важнее значительно. Поэтому вот тебе, наверное, самые простые вопросы. Как вам сейчас там что происходит? Как, кто, как реагирует? И, наверное, самое важное, что бы ты себе посоветовала, если бы знала об этом месяц назад? Вот это такой вопрос интересный, для того, чтобы мы могли подготовиться в чем-то. Ну, я могу так сказать, что у меня уже идет третья неделя карантина, в отличие от России. Могу сказать, что, в принципе, все отреагировали достаточно спокойно, да? Но это связано с тем, что мы все-таки неподалеку от Италии, и Италию закрыли сначала. И, в принципе, об этом давно уже говорили. Ну, то есть заранее мы понимали, что, возможно, это придет во Францию, потому что мы близко. И, в принципе, наши университеты говорили, что, пожалуйста, вы сдержитесь от поездок в ближайшие страны. Что в случае чего, если вы чувствуете какие-то недомогания, не приходите в университет. Поэтому, в принципе, морально для нас не было это чем-то таким, как снег на голову. Поскольку я не нахожусь в Париже, но я нахожусь в столице Британии, здесь проживает 200 тысяч человек. Для Франции это очень крупный город. В Париже, напомню, проживает где-то 2 миллиона. Ну, то есть надо понимать соотношение, что это не Россия, не Москва, не Петербург. Ну да. Вот. Как вас приняли? Могу сказать, что здесь сразу стали информировать по всем каналам, и по университетским, и по новостям, и предприниматели. То есть все оставались на связи, и все, в принципе, держали руку на пульсе. За неделю до объявления карантина в принципе университет, он довольно лояльно относился к ученикам, которые не приходили. Вот последний экзамен у меня, один из экзаменов был по финансам, и пришло два человека в класс, а все остальные сдавали онлайн. Хотя карантин не объявлен был во всем мире. То есть и отнеслись к этому достаточно лояльно. Очень быстро, в принципе, перевели людей на дистанционное обучение, на дистанционную работу. Но я напомню, что во Франции, в принципе, довольно много чего можно сделать дистанционно, и здесь довольно легко дают людям работу из дома. Не на фрилансе, а такую обычную офисную работу. И теперь к этому немножко по-другому относятся. И нет такой проблемы, как, допустим, в России. Что еще? Проформируемые очень хорошо университеты, общежития, они всегда на связи. Меня очень удивило то, что мало того, что университет сразу сказал, что они могут сделать, как они могут помочь, сразу же кураторы подключились ко всем студентам, спрашивали, все ли у вас в порядке с деньгами, есть ли вам где жить. Просили заранее до карантина, если есть возможность там. Вы можете там уехать, и мы это поймем, что, возможно, границы будут закрыты. Если же вы остаетесь, пожалуйста, информируйте. Университет по-прежнему всевозможный помогает не только там академически. Что удивило, я живу в общежитии, помимо того, что нам сразу же написали инструкцию, что вы чувствуете, если у вас какие-то недомогания, или что, сразу на территории общежития были какие-то медицинские пункты, что-то в этом роде. Также появились службы психологической поддержки, особенно которые иностранцы, что в случае, если вам трудно пережить то, что происходит, вам страшно, вы испытываете стресс, там, еще что-то, то вы можете там обратиться, периодически проверяют, то есть все очень идут навстречу. Это очень хорошо. Какие еще у тебя вопросы? А финансово как-то помогают, не помогают вообще в целом? Слушай, финансово я знаю, что можно обратиться в случае, если у тебя какая-то там проблема, еще что-то. Я также слышала о том, что от налогов освободили там аренды, еще что-то на месяц, возможно, даже освободят нас студентов, ну, то, что мы не прийдем больше. Но пока это не точно, я как-то уточню, я тебе скажу. Ну, в общем и целом, разрешают людям не платить что-то, помогают. Я не знаю, выплачивают ли что-то, как в Германии, малому бизнесу, но думаю, что, скорее всего, да, потому что во Франции очень сильная социальная поддержка граждан, даже нерезидентом страны, там тебе частично могут возмещать там какие-то твои затраты на проезды, на аренду жилья и много чего на что. То есть здесь, здесь, конечно, очень большие налоги, да, в отличие от нас, но есть такое как-то социальное понимание, что там тебе вернут, вот смотри, я резидент, да, но мне, если я обращаюсь к врачу, мне возвращают деньги за это. Хотя страховка у меня чисто французская, ну, то есть внутри страны, не какая-то там выездная, которую мы обычно оформляем, даже за какие-то лекарства ты тоже не платишь, не всегда эти лекарства по рецепту, но тебе возмещают, да. То есть там система как работает, что ты плачиваешь, да, у тебя есть специальный страховой номер, ты выплачиваешь, потом тебе приходят деньги возвратом. Вот, в этом плане здесь ты очень социально защищен. Я думаю, что много чего они сделают, чтобы поддержать там малый, средний бизнес и людей, и пособия здесь во фракции. Я могу сказать, что даже до карантина, если человек официально работал, а здесь, в принципе, все официально работают, то выплачивают тебе в ближайшие полгода твою среднюю зарплату. Да, то есть, ну, даже не во время какого-то чрезвычайного положения, там, еще что-то. Здесь средние зарплаты где-то, ну, где-то от двух тысяч евро, там, до пяти, ну, то есть пять тысяч, так, еще хорошо, но у тебя выплачивают. То есть, если ты потерял работу, ты живешь не за счет своих, там, накоплений, ты просто встаешь на учет, и тебе платят эти деньги. В общем, здесь просто более, люди более, что ли, защищены. По магазинам как народ кинулся что-то покупать, закупаться, нет? Я могу сказать, что первое, конечно, время, до того, как объявили, нам объявили 16 марта, нам 16 марта где-то объявили, на выходных, то есть, это было в воскресенье, тут супермаркет не работал, на понедельник-вторник, да, здесь был невероятный ажиотаж, внутренние какие-то огромные такие очереди внутри магазинов, но потом, вот, через два дня, как объявили, все стало довольно спокойно. Вот я сейчас пришла из супермаркета, в принципе, там есть люди, ну, их немного, там, наверное, на одну треть забит супермаркет, но все очень, как бы, лояльно сохраняют дистанцию, в масочках, ну, то есть, без каких-то лишнего стресса, ну, все в обычном режиме. Могу сказать, что работают аптеки, супермаркеты, если это какие-то торговые центры, то там даже работает булочная и, типа, табакерки, я не знаю, эти, типа, какие у вас, как по-нашему, они работают. Ну, конечно, все остальное закрыто. Вот, очень хорошо работает доставка во Франции, не только можно доставлять еду, тут же есть и там, альмазон, и все возможные, это очень хорошо доставляется здесь. Не уверена насчет, что доставят вам продукты, как у нас в России, но, тем не менее, ты часто видишь доставщиков. Самый смешной, один из самых смешных вопросов, которые задаю, в России закупали, в Америке закупали, туалетная бумага, как народ сносил, не сносил? Я могу сказать так, что супермаркеты очень хорошо среагировали, они сразу же стали делать акции, то есть, они прямо даже объединяли такие вещи, как чипсы, там, сразу, там, 10 пачек, сразу перевели на такой оптовый формат, это было очень видно. Хорошо, очень боварно они это сделали. По туалетной бумаге я не заметила, что она так закончилась, но очень было видно, что почему-то закончились яйца, не знаю, почему яйца, мука, макароны, нету тут гречи, вот, ну, да, вот. А так, в общем и целом, не могу сказать, что чего-то нет. Сейчас, конечно, по супермаркетам уже три недели, я вижу, что какие-то полки, там, допустим, полки с сырами, они как-то в свое время опустили, и больше они, ну, что ли, не закупаются. Вот, вот это я видела. Кстати, сразу появились скидки на алкоголь, прям, очень большие. что прям, там, бутылка вина, три евро, там, ящик типа, пять евро, ну, да, такие акции были, вот, и по-прежнему, да, особенно на чище, чище средства. Так, я не замечал, что прям. А вот здесь спрашивают, а маски есть в продаже? Маски медицинские? Я не покупала в аптеке, ну, я не была в аптеке, вот, но я думаю, что уже сейчас нет. Они еще так странно ходят в резиновых перчатках везде, вот, ну, я не видела, чтобы прям. А ты где покупала? Я не покупала, я знаю, ну, как бы у меня позиция была такая, что это, если ты заболел, тебя это защитит, но от других людей, ну, тебе это не особо защитить, вот. Как-то я приняла такую поделитику для себя, что, ну, я не буду его пользоваться, да, антисептик, мыть руки и так далее, но в масках я не хожу. В принципе, в резиденции, могу сказать, по резиденции я живу, это такие здания, три-четыре этажа, вот, у всех свои комнаты, свои души, да, общая кухня, вот, могу сказать, что по резиденции нам запретили собираться больше, чем пять человек на кухне, почему-то нам запретили сидеть на первом этаже, это ground floor, там, такие диванчики, в общем и целом, больше я не вижу каких-то там, таких кардинальных изменений. А что вообще в целом вот по Франции входит в понятие карантин? Что там запрещено сейчас? Ну, нам запрещено выходить, только, там у нас специальные такие бумаги есть, ты их оформляешь, сейчас тебе покажу, то есть ты пишешь их либо от руки, либо ты посчитаешь, что штука выглядит вот так вот. Здесь написано, что в связи с карантином, с таким-то вирусом, с таким-то вирусом с 16 марта я выхожу в магазин, там, ну, я выхожу из дома по причине, я пишу, что я выхожу по причине, там, купить продукты и вещи первой необходимости, да, там также есть, что какие-то работы связаны у тебя к врачу или ты можешь выйти, потому что там у тебя бабушка, дедушка, они не могут туда идти, вот, и все, и расписываешься, если у тебя нет такой бумаги и тебя останавливают, то ты платишь штраф от 30 до 130 евро. А вот смысл этой бумаги вот понять вообще? Ну, вот. Ну, я могу сказать так, что стараются как-то урегулировать, чтобы люди лишний раз не выходили. А, ну, понятно, подумали, задумались. Да, то есть, как объявили карантин, сразу же везде появились эти бумаги, что обязательно заполнение, и, в принципе, это работает, потому что Франция достаточно законопослушная страна, и все стараются соблюдать эти правила. Я знаю, что в Париже не сильно-то останавливают людей, связанных, которые просто идут пешком, но машины проверяют. Но нету такого, как в России, я слышала, что обязательно там иметь возможность этого транспортного средства передвижения или что-то такое, что надо как-то его оформить. Такого здесь нет. То есть, просто вот эта бумага, причина почему. Слушай, ну, у нас тоже как-то пока непонятно. Я, например, сегодня явился, наверное, злостным нарушителем, ну, я не знаю, в чьих глазах, сходил на обводный канал, побегал, потому что я больше не могу без спорта сидеть, и как бы вот, ну, обводный канал пустынный, никого там нету, поэтому я хотя бы побегал, хотя бы так вот сделалось. А так, конечно, ну, у нас, в принципе, запрещено выходить людям 65+, запрещено выходить, а остальным рекомендовано. То есть, вот такого, чтобы какие-то штрафы там или еще что-то, так бы нету, просто рекомендация. То есть, вот такая вот странная, знаешь, политика немножко, как бы, вроде не выходите, а в то же время, как бы, ну, за это не накажут, я так понимаю, пока, в всяком случае. То есть, где-то, где-то что-то перекрыто, там, Мурино якобы закрыто, перекрыто полностью, там, метро закрывается теперь в 10 часов, вот, насколько я помню, вот, и все. Ну, то есть, такой вот, больше рекомендательный характер. Ну, и ты же понимаешь, да, в России, как бы, если рекомендательный, ну, половина людей болт на это забивают и ходят, как бы, как и ходят, вот и все. Нет, это не про Франку. Здесь такого неопонятия. Ну, да, я согласен, что во Франции все-таки... Сказано, что так не делают, значит, ты так не делаешь, и ты, как бы, не стараешься кого-то там подкупить, говорить, ну, нет такого, не встречала, по крайней мере, и, в принципе, ни у кого таких идей, я не слышала, что такие идеи у кого-то появлялись. Сидим в доме, значит, сидим в доме. А что слышно про заболевших? вот, потому что иногда вот различные хейтеры сейчас появились, типа, ой, да, да, слышали, а по факту, типа, никто не видел этих больных или еще что-то, а есть ли среди ваших знакомых такие? Я могу сказать, что среди моих есть знакомые, которые с вирусом. Я знаю нескольких ребят в Париже, которые чуть постарше меня, где-то за 30 лет, вот, и у них было подозрение на эти вирусы, им сказали, все, сидите дома, причем еще до карантина, так что они спокойно сидят дома, но потом у одной из преподавателей сестра заболела, она медсестра, она заболела этим вирусом, вот, но вот чтобы кто-то среди моего окружения или знакомых знакомых умерли, такого нет. то, что заболевший в больницах, это да, вот, это есть, вот, и среди соседних ближайших европейских стран тоже, то есть стараются сначала, ну, понаблюдать, все ли там нормально, если нет, то, конечно, да. У меня в общежитии дважды приезжала скорая, я не знаю кому, но приезжали. Тоже вопрос такой недавно стал подниматься, ну, во Франции тоже достаточно много мигрантов, это я помню еще от своего посещения, вот, как там среди мигрантов это, что слышно? Ведь они же остались сейчас без работы, фактически. Я тебе же сказала, что социальные пособия. все равно у них есть. Ну, то есть здесь, вот я приехала во Францию, я сразу стала на учет, что, да, я иммигрант, я подтверждаю, у меня есть виза, но я встала на, как это правильно назваться, я не знаю, подтвердила в иммиграционной службе, что я действительно приехала, я действительно учусь, я действительно там получаю какие-то социальные пособия, ну, то есть, то есть, а тебе все в курсе. Я думаю, что о большинстве иммигрантов там с разных стран, которые приехали во Францию, они, ну, нету такого понятия нелегалов, как вот у нас в таком количестве. Вот, поэтому я думаю, что все эти люди, в принципе, получают пособия, там, пособия, по-моему, 1200, 1100, я думаю, что они и так и дальше продолжают получать эти деньги, я не могу уверять точно, но тут надо понимать, что есть иммигранты в России, которые вот так нелегалами приехали, где-то работают, то здесь такого нет, тут в принципе на такую черную работу или получать зарплату в серую, я не слышала, чтобы даже об этом говорили, то есть, если платим налоги, значит, платим налоги, чтобы вот кто-то говорил, что что-то там в черную, в серую, нет, тут другой ментальности, другой взгляд на жизнь. Как тебе тяжело было привыкнуть к новой ментальности? Нет, я не могу сказать. Ну, во-первых, я до этого много путешествовала и много жила и даже встречалась с французами и была приглашена в семью, поэтому ничего такого для меня нового нет. Конечно, они другие, конечно, тут в России у нас есть такая черта, мы как такие ломовые лошади, которые все время бегут быстрее, быстрее, больше, мы не очень любим соблюдать правила, и если там большинство русским людям сказать, могу говорить за всех, но за себя, то есть, если мне говорят нет, я буду думать, окей, сегодня нет, а завтра да, или, а что мне надо сделать, чтобы получить да или да, ну, вы нет, но есть же много людей рядом, которых я тоже могу спросить, здесь во Франции больше для меня тяжело, во-первых, тебе никто в лицо не скажет нет, все будут говорить, типа, мы не рекомендуем вам это делать, или там, мы не советуем, ну, вот прям откровенно такого, ты нет, идите отсюда, не встречала. Здесь спрашивают, а что говорят на французских телеканалах про Россию? Не могу сказать, что-то вообще плохое говорят про Россию, в принципе, здесь обычные нормальные люди, они не сильно отличаются от нас, почему-то они знают только три вещи про Россию, это водка Путина ГУЛАГ, не знаю, почему ГУЛАГ, но так сложилось, вот, я думаю, что по телевидению все равно что-то говорят о Путине, еще что, потому что здесь, он все-таки побаиваются, и то, что вот там с ОПЕКом не договорились, еще что-то, но какой-то прямой такой агрессии, или обвинения русских в чем-то, вообще нет. Я, кстати, тоже замечал, тоже неким опытом, что в принципе за рубежом не так вот транслируют что-то, что в других странах происходит, больше обсуждают свои проблемы. Это у нас на телевидении любят там, это Украину бедную мусолят уже там несколько лет, это вот, это показывают, и все, то есть, а в других странах как раз больше показывают свои проблемы, они поднимают чужие. Конечно, конечно, ты не забывай, что здесь еще все еще есть желтые жилеты, и все еще они протестуют, и тут подняли пенсионную реформу, в плане, чтобы люди дольше работали, и здесь были забастовки, я даже как-то, может, выкладывала, но это все очень организованно проводится, то есть, на центральной площади люди встречаются, они там одеваются, то есть, они выходят с ними, и полицейские, вот как бы, они рядом, они ходят, чтобы все шли с троем. Вот, ну, то есть, и в Париже, то же самое, в Париже была очень интересная ситуация, там они бастовали, опять же-таки, по поводу этой реформы, вот, и транспорт, тебе говорили, мы доезжаем до такой-то площади, дальше мы не едем, потому что, а там люди бастуют, вы можете, там, пересесть и сесть, там, на душе, также, очень интересно, бастуют транспорты, есть те, которые просто не ездят, есть автобусы, которые, там, говорят, мы будем ездить реже, но, в принципе, о всем об этом предупреждено заранее, нет такого, что ты там, хобана, и перекрыли дорогу, ты знаешь, что ее перекроют, я знаю, что во Франции, забастовки в Париже, парижское метро, закрывалось 10 вечера, на протяжении уже трех месяцев, заканчивалось-то где-то в марте, вот они таким образом поставали против этой реформы. Слушай, ну и один из таких, наверное, близких завершений эфира вопросов, который интересует меня в том числе, вот если бы ты, вот сейчас три недели, да, прошла у вас карантина, вот если бы ты, да, 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 вот. Ну, мне очень обидно, знаешь, за что, потому что я сейчас, в принципе, закончила академическое образование, и у меня сейчас стажировка должна быть, но в связи с ситуацией ее остановили на непонятный срок. Я произошла абсолютно со всеми студентами, которые уже подписали контракт, которые еще ищут, и, наверное, я бы больше подготавливалась в плане работы, чтобы больше искала заранее какую-то удаленную работу или еще что-то. Ну, в общем и целом, я по факту, ну, заблокирована сейчас в общежитии, я не знаю даже, как бы к этому было можно подготовиться. В принципе, я считаю, что я, ну, у меня есть там за что жизнь, у меня понятно, что там закончится, возможно, я получу эту стажировку, да, то есть у меня какая-то понятна дальнейшая перспектива, и я не чувствую себя здесь какой-то брошенной, по тотальной, полной неизвестности, да, конечно, это все очень сильно остановило план, но все в таких ситуациях, и в принципе, компании, они идут навстречу, они стараются сказать, окей, у нас так не получается, но мы будем, то есть не кида, никто, никого здесь нет такого кидала, на всех сферах, вот, и университет, да, очень сильно помогает, и они сразу говорят, мы не знаем, что делать, отменять ли вам, переносить ли вам полугодие, еще что-то, но я могу сказать, что ничего, наверное, я не изменила, в исключении того, чтобы шкала больше работы онлайн, все. Ну да, работа онлайн сейчас как раз вот стала просто в космическом тренде, количество запросов зашкаливает просто, поэтому я вот, я сейчас стал работать больше, наверное, честно, то есть вот. Конечно, да, там все образование и так далее, все очень быстро перешло на этот ресурс, вот. А кем ты, кем ты, кем ты будешь стажироваться и где, если не секрет? Это компания немецкая, это Leica Microsystem, возможно, ты знаешь их от аппарата. Leica, да, они также производят медицинское оборудование, очень крупная компания, основные заводы, там у них, в Германии, но у них 9 направлений, там всякие возможные оборудования, камеры, еще что-то, вот, и я буду так же, как и была в отделе маркетинга, за диджитал. Ну, это крутой будет опыт. Да, это очень здорово, потому что это уже компания совсем другого штаба, в которых ты работала, и здесь, в принципе, по-другому люди работают, по-другому относятся к работе, нежели у нас. Здесь более дистанционных, то есть, мой руководитель, он появляется в офисе раз в неделю. У нас, чтобы руководитель появлялся в офисе раз в неделю, это было нормально. Здесь, в принципе, все очень самостоятельно относятся к работе и больше бьются за результат. То есть, нет такого, что просидеть штаны или еще что-то. Ну, и здесь, в принципе, люди расслабленнее как-то работают, нету такой какой-то вот присухи, и здесь, в принципе, тяжело уволить человека. Тебе дают, есть краткосрочный контракт, временный, а есть без лимита. Допустим, тебе могут продлевать контракт, который на время, только три раза. На третий раз тебе обязаны дать бессрочно. Они заключаются на короткое время, это где-то полгода, год. Ну, то есть, его могут дважды продлить, на третий тебе обязаны дать. Ну, то есть, в принципе, я правильно тебя понимаю, что если говорить про социальную защищенность, то во Франции это значительно лучше построено, чем в России. Конечно, это значительно в разы просто, это несравнимо. Это даже сравнивать не нужно. Здесь просто по-другому работает система. Несмотря на то, что налоги большие, ну, хотя в России тоже налоги большие, просто не все понимают, как они выстраиваются. Я могу сказать так, что в России сколько средней зарплаты у обычных людей? От тридцати до пятидесяти, наверное, в Петербурге, в принципе. Да, но на эти деньги что ты сделаешь? Сколько стоит аренда жилья? Сколько стоят продукты? Куда там? Ну, остальные деньги. Ну, то есть, ты по факту эти деньги проедаешь, тратишь их на жизнь. У тебя нет возможности накопления. Здесь, во Франции, во-первых, здесь кредитное жилье стоит где-то 2%, максимум 3%. То есть, если ты покупаешь жилье, ты его въезжаешь, да, там 2%, сколько у нас? 13, 15? Это совсем другие деньги, это раз. Во-вторых, допустим, если у тебя зарплата, там, после вычета всех налогов, 1400, да, ну, окей, аренда жилья, где-то у тебя в Париже, не берем Париж, берем просто средний по стране, да, там, у тебя уйдет, ну, 600 евро, да, плюс еда еще там 200, да, то есть, это где-то 800, и плюс у тебя остается еще сколько? 600 евро. Ты можешь на эти 600 евро, ну, что-то сделать, да, и они тебе, ну, чисто выдаются. Здесь по-другому, здесь есть на что отложить, угу, здесь, в принципе, нет такой различий по цене, ну, то есть, нет такого, что одни получают 50 тысяч рублей, другие 150 тысяч рублей, здесь, в принципе, ну, как бы, тебе ясен диапазон, тут нет таких, в России, допустим, ты строишь свою карьеру, как полиану, прыгаешь с одной на другую, если ты не боишься рисковать, не боишься брать ответственности, в принципе, в России ты можешь до руководителя, ну, вырасти очень быстро, а во Франции это не так, то есть, у меня три года опыта работы, там, маркетинги, в общем, сложности, да, и моя должность, это специалист по маркетингу, да, то здесь до такой должности дорастает, дай Боже, к 30, ну, 5, ну, то есть, поэтому на меня сейчас компания, допустим, странно смотрит, почему ей 25, она уже, что, что она уже успела сделать, потому что во Франции, конечно, не доверяется, ну, таким юным людям, такие бюджеты, которые в Большой России, вот, что еще могу сказать, тут очень сильно смотрят на возраст, и здесь, в принципе, карьеру строят постепенно, тут нет такого, что ты куда-то спешишь, бежишь, тебе могут повышение сделать, ну, а твое повышение, это будет там, 200 евро, еще что-то, нету таких лифтов, надо понимать, что в России ты можешь ИП оформить за день, здесь минимум, здесь надо понимать, что, вот я, я училась на франшизе, ну, маркетинг в франшизе, и надо понимать, что из 100% франшизы во Франции, только 80% это французские компании, это чисто французские компании, и из этих 80, вот, от чисто французских компаний, ну, меньше 10% выходит за рубеж, причем, какие-то рубежцы, там, Швейцария, там, Бельгия, там, Испания, то есть они, в принципе, очень локальные, они не очень сильно расширяются, здесь по-другому ментальность устроен, здесь даже вот, да, у нас, если там есть, берем ритейл, там, типа, X5 ритейл, да, то, что у нас, там, пятерочки, они везде, они там, вот, по всей стране, а здесь, там, может, какой-то регион быть, одни супермаркеты, там, южнее, другие более популярные, очень много у них коллабораций между супермаркетами, просто, что 200 евро, это два раза в супермаркет сходить. У меня в месяц уходит только, там, 400-500 евро. но давайте уточним, в каком городе вы живете, это раз, это очень важно, 200 евро за два раза, я даже не представляю, что вы покупаете и где, потому что у меня уходит где-то 200 вообще в месяц, может, потому что я живу там одна. Могу сказать, что во Франции очень дорогие продукты, это правда, очень дорогое мясо, допустим, кусок, там, салмона, это что у нас, форели, там, ну вот, будет стоить где-то больше 10 евро, и даже если ты идешь на маркет, тоже очень, очень дорого, там, помидоры будут стоить, там, не знаю, 3-5 евро, то есть, и то больше, продукты, правда, в разы, в разы просто, в разы дороже, но, просто, потом уже привыкаешь, ну, конечно, первое время я шара. По качеству? Всегда есть свежие, зеленые, хорошие овощи, всегда, по качеству могу сказать, что хорошие качества, значительно лучше, могу сказать, что мясо, конечно, здесь другое, не знаю, просто другое, на вкусе. Ясно. Ну что ж, хорошо, спасибо тебе большущее, я вот по твоему долгому рассказу, именно про Францию, понял, что ты все-таки нашла, там, где ты хочешь жить, и ты прям вот, у тебя даже сразу изменилась тембр, и всего прочего, как ты про это рассказываешь. Я стала спокойнее, я могу сказать так, что первый, наверное, месяц, как только я приехала во Францию, у меня была еще такая русская черта, бежать быстрее, быстрее, и так далее, и тому подобное, то здесь я понимаю людей, почему они не боятся планировать свою пенсию, почему они могут сказать, где они будут через 10 лет, потому что в России, я не знаю, что со мной случится через год, через пять, я не представляю, как люди бизнеса ведут в России, но здесь люди, в принципе, очень четко, очень четко представляют, так, я пойду в эту компанию, буду занимать такую должность, потом я попрошу повышения, там, 35 я до рассуду руководителя, там, я смогу купить такой дом, еще что-то, ну, есть очень четкое представление, и есть уверенность в завтрашнем дне, там, в следующем году, что тебя здесь не просят, еще что-то, в России я себя так не чувствую. Угу. А у тебя уже, сейчас у тебя студенческая виза, потом ты можешь подавать уже, как там вот это, ВНЖ идет, или что, гражданство получать, как это происходить будет? У меня сейчас студенческая виза, поскольку у меня будет французский диплом, мне выдают на этом основании визу, еще на один год, она так и называется, виза по поиску работы, она позволяет мне еще целый год находиться во Франции, без визы, искать работу, и дальше уже все зависит будет напрямую от моего контракта. То есть я дальше буду уже продлевать визу на основе моего работодателя. А, ну, рабочая виза, как она правильно называется, рабочая виза, насколько мне известно, гражданство, ты можешь получить после пяти лет переживания во Франции, вот, ну, там, пять-шесть лет где-то вот так. Я понял. Ну, хорошо, спасибо тебе большущая. Вот, напоследок, что ты нам пожелаешь? Вот, твое пожелание. Ты уже, ты уже, ты уже такой закоренелый, как бы, карантинщик, третью неделю. Я в первую неделю, я просто училась, я поняла, что у меня соходилось куча свободного времени, чтобы там что-то делать, то, что у меня не успевало. Первую, вторую неделю, в принципе, я была просто погружена, конечно, на третью меня накрыла апатия, потому что ты все равно в запертит, и нет какого-то понимания будущего, и на психику это так или иначе, да, это ужасно, ты не можешь там мчиться. А потом, у меня уже такая стадия, как это принятие, типа, ну, что сделать? Сейчас у нас официальный карантин до 15 апреля, я думаю, что, скорее всего, продлят до конца апреля, но посмотрим. Ну, понятно. Ну, хорошо, спасибо, заходи, если не будешь уже отдыхать, через сколько, в 22.00, я запущу эфирчик со своей знакомой Александра, вот, она раньше тоже в Питере жила, потом уехала, долгое время жила в Америке, вот, она занимается декорированием, и вот вчера она скидала мне фотку, где она там в маске и в резиновых перчатках, они приехали, ну, в Нью-Йорк, чтобы их эвакуировали оттуда российскими самолетами, вот, их развернули, пока вроде как бы, вот, не отправили обратно, и вот она расскажет, поделится, вот, своим мнением именно оттуда, то есть, она сейчас вот, живет в аэропорту практически, поэтому, вот. Скажи, пожалуйста, в России перекрыли между городами пути, нет? Нет, 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 есть просто такие, как пункты проверки, назовем это, то есть, вот, например, Волхов был недавно там закрыт, где останавливают, и как бы, ну, вот, общаются с людьми, типа, а зачем вы туда едете, вот, что-то такое, там, просто глава, глава района, мой хороший знаком, Алексей Брецун, он такой, такой товарищ, бывший военный жесткий товарищ, он там быстро все взялся за все, но, в принципе, его жители поддерживают, вот, он, что удивительно, я вообще так не встречал, он периодически проводит прямые эфиры в Инстаграм, ну, ты можешь себе представить, чтобы глава района проводил эфиры в Инстаграм, где он с людьми общается впрямую, ему там вопросы задают, он отвечает, это очень круто, это очень круто, это однозначно круто, поэтому вот обратную связь он сразу получает, вот, и вот я слышал, что вот он перекрывал непосредственно Волхов там на какое-то время, вот, сейчас вроде просто как, ну, типа посты, где истанавливают иногородние машины, вот, с вопросом, типа, а зачем, вот, что-то такое, чтобы не допустить каких-то вот, ну, и там опорный пункт сделан, куда якобы заболевших тоже там привозят, смотрят, пока не слышно, то есть вот я, честно, я далеко особо не выхожу, как бы, вот, я говорю, сегодня сбегал по обводному, побегал, ну, вот здесь на фонтанку тоже сходил, конечно, меньше машин, меньше людей значительно, как бы, ну, чтобы все закрылось, пока как бы не наблюдаю там, вот, Москва вроде жестче, Москва жестче, там все значительно сложнее платить до штрафов, вот, у меня на стене в ВК можешь почитать кейсик моей знакомой, москвички, тоже, кстати, маркетолог, да, сейчас, смотри, в ВКонтакте у меня, в ВКонтакте у меня репост сделан, моя знакомая в Москве, Настя Комарова, она там сделала очень хороший кейс, докшеринг, она свою собаку пыталась сдать в аренду, вот, через Авито, вот, эту идею подхватили, начали везде распространять, и там все СМИ, все прочее, в результате собаку она, конечно, не сдала, но хайпанула, она неплохо, ну, и ты как маркетолог понимаешь, да. А ты слышал, что Сбербанк сделал такую шутку на 1 апреля? Да, 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 так что, ну, вот, пока, пока все открыто, все нормально. Ну, здесь во Франции я тоже не слышала, чтобы даже такие пункты были, то есть, ну, я могу сказать, чтобы просто не купить тебе билетов на поезд, билеты на автобусы, ну, то есть, внутри города, да, но, чтобы куда-то поехать, вот, не купить на машине, чтобы какие-то пункты были, не слышали даже, что такое было. Ну, понятно. Ну, что ж, здоровья тебе, здоровья всем нам. Тоже терпение. Созвонимся, да, закончится, когда карантин, будем там вставать на весы, как бы, измерять, как она повлияла, как бы, вот. Как же это там, типа, шутка недавно была, что типа, ну, вот, весенняя одежда, в принципе, не пригодится, а размер летний мы пока еще не знаем, поэтому, вот как-то так. Спасибо тебе, Фай, большое тогда. Я эфирчик. Я не могу на связь. Ну, отлично, я эфир скачаю, тебе потом в Телеграм могу скинуть, если хочешь. Да, конечно, спасибо. Все, друзья, всем пока. Да, в 22, напомню, я сделаю эфирчик из аэропорта Нью-Йорка, где там наша соотечественная, Саша, тоже зависла, и вот она расскажет прям, как это, с поля боев, она прям реально, вот фотку у меня, видите, она там в маске, в перчатках, в резиновых, как бы, жесть полная. Вот. Все, Фай, рад видеть. Пока, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...